Итак, мы планируем выполнить пациентке нижнюю блефаропластику, поскольку верхняя блефаропластика уже была выполнена. Мы видим, возле ушка есть небольшой рубчик, вот он проходит за ушное пространство. То есть, 6 лет назад была выполнена некая подтяжка, скорее всего, кожная подтяжка, средняя и нижняя зоны лица. На сегодняшний день сформированы брыли, ножки платизма четко видны, опущенные сюда ткани, губоподбородочная складка. То есть, есть все показания к смаз-подтяжке. Мы выполним полноценную смаз-подтяжку, то есть, поднимемся в глубокие слои туда, где они находились, зафиксируем и удалим избыток кожи, в том числе с учетом вот этого послеоперационного рубца. Итак, мы выполнили нижнюю блефаропластику, липосакцию подбородочной зоны и шеи и смаз-подтяжку лица с левой стороны. Есть небольшие технические трудности, которые связаны с перенесенной предыдущей подтяжкой лица. Скорее всего, она была подкожная, потому что огромное количество рубцов под кожей, и это немного удлиняет операцию на 5-10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok